У орловчанина в руках взорвалась граната. В одном из гаражей на улице приборостроительной 35-летним орловчанином был организован нелегальный пункт приема черного металла. При сортировке лома запал гранаты времен Великой Отечественной сдетонировал прямо в руках у мужчины. Ему оторвало два пальца кисти левой руки. Скорой помощью он был госпитализирован в больницу имени Семашко, а выехавшие на место полицейские взрывных устройств больше не обнаружили. Ведется проверка. Фирма, ремонтирующая драмтеатр, может попасть на 250 тысяч рублей и больше. Сотрудники миграционной службы и прокуратуры проверили, не находятся ли там иностранные граждане. Так выяснилось, что гражданин Узбекистана не только нелегально ремонтировал театр, но и жил прямо в одной из гримерных. По закону московскому подрядчику ООО «Вертикаль» грозит штраф от 250 до 800 тысяч рублей, либо при остановлении деятельности на срок до 90 суток. Продажа имущества Орловского соцбанка продолжается. На данный момент имущество реализовано на сумму около 11 миллионов рублей, в то время как основная часть долга – более 2 миллиардов рублей. По оставшимся нереализованным лотам торги назначены на 16 декабря. Между тем, по данным Сбербанка, который осуществляет выплаты по застрахованной части вклада до 700 тысяч рублей, на сегодня обслужено 12,5 тысяч вкладчиков и выплачено 2 миллиарда 300 миллионов рублей. А выплаты продлены до июня 2014 года. За кражу старинной иконы один год условно. Напомним, еще в мае этого года в Ливенском районе двое ранее судимых мужчин украли у пенсионерки икону 19 века и крест. Это имущество им удалось благополучно продать. 200 тысяч рублей крест и за 10 тысяч рублей икона, хотя настоящая цена более 50 тысяч. Но антиквар, выяснив, что вещи крадены, сразу вернул их полицейским. Мужчин задержали, а затем отпустили под подписку о невыезде. А во время следствия один скрылся. Он сейчас находится в федеральном розыске. Второму районный суд назначил один год лишения свободы условно. Орловский ансамбль «Славица» вернулся из Санкт-Петербурга. На международном фестивале «Культурная столица» в номинации «Фольклор» солистка ансамбля Татьяна Туманова награждена дипломом первой степени. Также «Славица» выступила на концерте, посвященному памяти жертв политических репрессий.